Я подумал, вот с Ритой говорю, Рита, вот здесь у Рахматкина моего Амака два брата. И мы должны Юшво провести, чтобы его вспомнить, во-первых. Во-вторых, чтобы они вспомнили с нами. И чтобы мы вот так собрались, его вспомнили. Почему? Потому что он был необычный мужчина. Особенно для молодых хочу это сказать. Его необычность была в том, что при всем при том, он был умный мужчина, он был простой, он был очень земной. Один факт по жизни. Он приходил с работы. Боже, а почему? Зинаида Моисеевна его не спрашивала, а? Исухай сколько заработал, как план, чего? Он приходил, выворачивал все карманы, оставлял деньги. Вот мои деньги, вот ваши деньги теперь. Это он жене говорил. Вот ваши деньги, вот дети, вот ваши расходы. Я ушел. И он уходил играть. Кто помнит эту площадь на улице Восточной? Там был камень, там был стол. Ваша мама, Рома, Дима, делала хронический там чай. Она была дежурная по чайхане. Потому что все играли там, собирались. Домино, шашки, шахматы, нарды, что хотите. С виду был такой простой мужик. Но очень умный чемпион Узбекистана среди всех автобас по шахматам. Не каждому дано. Вот так он своей простотой воспитывал детей. Но ему повезло по жизни в том, что у него попалась мудрая жена. Мудрая во всем. И воспитывать детей. И рассчитать правильно семейный бюджет. И рассчитать правильное движение в семье. И когда поехать на курорт. И когда кого позвать. И как правильно детей женить, выдать замуж. Все это он рассчитывал, полагался полностью на жену. И никогда, никогда об этом не жалел. Вот такая была жизнь. Пока они не переехали в Израиль. В Израиле та же история. Взяли ему место на флимаркете. Дали ему товар. Научился он 2-3 слова. На еврите чок, кто, сколько стоит. И вот так он продавал. Также приходил домой. Зина, монопуль. Все. Свободен. Вот такой был простой мужчина. Он никогда никому грубого слова не говорил. Если этот человек не заслужит. Он никогда никого не обманывал. Ни на кого никогда хмуро не смотрел. И никого никогда взглядом даже не обижал. Вот такой был человек. Это я для внуков говорю. В первую очередь. Рома Джон, тебе большое спасибо. Жить в одном доме с пожилыми, со старыми людьми. Ублажать их. Все их неприхоти исполнять. И быть с ними нянькой, и медсестрой, и главврачом. И чем хотите. Спасибо ему большое. Спасибо всем большое за внимание. Ильюм. Рахматка, рабочая Ильюм. Джошуан, боганедим бошей Ильюм. Батюфлющинан Ильюм. Ахмешон, негби. Надеюсь, чтобы мы еще не раз встречались на хорошие дни.